Мираб Валишвили сделал неожиданное заявление в адрес Хабиба Махачева и Чимаева, а также Мираб ответил на недавнее заявление Махачева. В свою же очередь Шанумелли считает, что Мираб сильно боится Умара. Хамзат Чимаев высказался о своем отношении к Хабибу, но Атопурия сообщил, что он готов забрать чемпионский пояс у Махачева. Вы же, братья, поддержите нас лайками и комментариями. Заранее спасибо каждому из вас за поддержку. Бывший двойной чемпион и комментатор UFC Даниэль Кармье рассказал о том, почему нынешние чемпионы UFC далеки от того, чтобы претендовать на статус легенд в смешанных единоборствах. Я думаю, причина, почему сейчас у нас нет таких звезд, заключается в том, что сейчас трудно долго оставаться действующим чемпионом. И в этом, конечно же, вся проблема, потому что игра стала очень жесткой. Давайте вспомним, сколько защит титула было у Сильвы. Если я не ошибаюсь, 11. А у Джон Джонса 13. А если мы говорим про Шону Мелли, то все почему-то говорят, что его чемпионство было великолепным. Но он же защитил свой пояс всего лишь один раз. Но представьте, если бы он это сделал 7 раз. Мы все понимаем, что долго владеть титулом это очень сложно. Для этого недостаточно быть просто чемпионской вспышкой. К примеру, Адесанье был суперзвездой, потому что он долго удерживал пояс. Но с тех пор, как он потерял его, никто не может похвастаться большим числом защит. Лично же я считаю, что в настоящее время, если боец провел 3 защиты титула, уже можно стать великим чемпионом. Просто приди, завоюй титул. Придь до его защити в своем поединке, и ты уже будешь в зале славы, потому что сегодня очень сложно удерживать чемпионский пояс, сказал Даниэль Кармье. Девушка-боец Рейна Удана, которая получила жесткие сечки в своем последнем поединке, показала, в каком она находится состоянии в данный момент. Мы же в любом случае пожелаем ей скорейшего восстановления. Топовый боец UFC Хамзат Чимаев ответил на вопрос касаемо своего гражданства. Эмират, у меня и так видно жительство есть, там на 10 лет что-то дают, потом меняют еще на 10 лет. Я не хочу на свое российское гражданство менять на какое-то другое гражданство. У меня есть российское гражданство, я мог и в том числе и Швеции остаться, и вы хотите из Швеции получить и шведское гражданство. У меня семьи есть гражданство шведское, но мне хватает свое российское. Я с этим российским везде попадаю, в Европе, везде, в Америке был, в Англии был, и ничего не мешает. Почему меня... И такой уже плохой паспорт. Да, ну, конечно, нет. Россия, полстрова, полземли. И я люблю Кавказ. Как и в прошлый раз говорил, там, давно я это говорил в интервью, я буду жить на Кавказе, и после спорта приеду обратно и буду жить на Кавказе. Ну да, сын Кавказ, и Кавказ весь мой дом. А также Хамзат Чимаев рассказал, какие у него отношения в настоящий момент с Хабибом Нурмагомедовым. Ну, лично так близко друг друга не знаем, но я знаю, что Хабиб очень такой адекватный, достойный парень, и знает, как себя вести, и умеет говорить правильные вещи. И большой пример для молодых ребят. Уважаю, уважаю. Но в прошедшие дни официально стало известно, что Мовсор Дивлоев не выступит на предстоящем турнире UFC 307. По той же причине, что в UFC не смогли найти ему соперника. Свою же очередь Алджимен Стерлин, который должен был провести бой против Мовсора, заявил о том, что он хочет провести бой против Диего Лопеса. Если Мовсор не собирается ждать его возвращения, сейчас я держу себя в форме, и я тренируюсь, насколько позволяет мне травма. Если Мовсор согласится подраться со мной в декабре, то я, конечно же, должен быть готов. Но если Мовсор откажется ждать меня до декабря, то я хотел бы провести бой с Диего Лопесом. Для меня это будет битва за третью строчку в рейтинге, потому что его успех только мотивирует. Я как-то тренировался с ним, и он очень хороший парень. Но, конечно же, я желаю ему удачи. До того момента, пока он не встретился со мной. Я всегда хотел встретиться с Брайаном Артегой, но теперь, когда он проиграл, следующий логический шаг это бой против Диего Лопеса, сказал Стерлинг. Конечно, ловко это придумал Стерлинг. Сначала травма, а теперь он хочет бой против Диего Лопеса. В любом же случае, будем надеяться, что когда-то бой Стерлинга и Мобстера всё же состоится. Ну а сам же Стерлинг также поделился кадрами того, как он тренируется и восстанавливается после травмы. Менеджер Магомеда Анкалаева Али Абдалязис рассказал, когда бой Магомеда состоится против Аликса Переры. У таких парней, как Махачев, Камар Усман и Хабиб, была очень долгая дорога к поясу. Но когда они до этого доходили, они оставались на вершине надолго. У UFC, конечно же, свои взгляды на такие вещи. Аликс Перера был нужен им на шоу-бьюти, а Магомед Анкалаев им понадобился в Абу-Дабе, где он будет выступать перед своей целевой аудиторией. Сейчас у Магомеда Анкалаева подписан новый контракт с UFC, которым, конечно же, мы очень довольны. И вы знаете, что Магомед заслуживает бой за титул. То, что ему не дали титульный бой, это всё вред. Но что есть, то есть. Но когда он победит Ракича, он 100% будет драться за титул. Так нам сказали в UFC. Магомед Анкалаев уже сейчас лучший полутяжеловес на планете. Я это понимаю и думаю, это все понимают. И, конечно же, это понимает организация UFC. Перера, конечно же, стал очень большой звездой. И этого, конечно же, у него не отнять. Этот парень готов драться в любое время. Но у каждой истории есть свой конец. И я гарантирую вам, что Магомед Анкалаев завершит его историю. Анкалаев и Перера закончат со своими делами. И они проведут свой титульный бой в 2025 году, сказал Алия Абдул-Азиз. Друзья, ждете ли вы титульный поединок Магомеда Анкалаева и Алекса Перера? И как вы думаете, кто победит в таком поединке? Напишите свое мнение в комментариях, мы идем дальше. Чемпион UFC в полулегком весе Тупурия, которому через месяц предстоит выйти на защиту титула против Макса Холуэя, заявил о своем желании забрать чемпионский пояс у Махачева. Если честно говоря, то я мог бы это сделать после боя с Волкановски. Но я решил драться в полулегком весе и провести защиту титула. Но после боя с Максом, как только я его нокаутирую, возможно мне позвонят из UFC и предложат подняться в легкий вес. Конечно же я буду очень рад этому решению. Я уважаю Махачева, но есть разные уровни. И сейчас я чувствую, что я представляю новое поколение в смешанных единоборствах, сказал Тупурия. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шанумелли уверен в том, что Мираб Двалишвили боится выходить на бой против Нурмагомедова Умара. Я знаю, что Мираб чертовски сильно боится Умара, и он конечно же не хочет проводить с ним бой. Двалишвили не чемпион, это я чемпион. На его месте я бы подрался с Умаром, поэтому следующим претендентом на этот пояс должен был стать этот парень. Но я же знаю, что я чемпион, и поэтому я должен провести защиту титула против Умара, сказал Шанумелли. Ну а сам же Шанумелли после своего поражения, по всей видимости, никак не хочет смириться с этим. И на этот раз он разместил видео у себя в социальных сетях, где он пародирует стиль Мираба после прошедшего поединка, намекая на то, что техника и удара Мираба ничего не значили в их поединке. Работаю над своими значимыми ударами, подписал видео Шанумелли. В свою очередь Умар решил обратиться в социальных сетях. После недавнего заявления Мираба, где он дал согласие на бой против Умара. Ребят, я вас всех услышал. Я человек компании, кого бы UFC не поставили передо мной, я буду драться, как и всегда это делаю. Даже если я не думаю, что он заслуживает следующий шанс. Так что погнали, написал Мираб Двалишвили. И спустя время после такого заявления Мираба, сам же Нурмагомедов Умар написал следующее. Говорить и делать это не одно и то же. Все еще жду новостей о поединке, написал Нурмагомедов Умар. Ну а также чемпион UFC в легчайшем весе Мираб Двалишвили решил отреагировать на заявление Махачева, который ранее назвал провокацией. Высказывания Мираба Двалишвили о России и Дагестане. Да, конечно же я слышал, что Махачев сказал. Но мы все знаем, что Махачев и Хабиб из Дагестана. Хамзат из Чечни. Амов Сараневуев из Ингушетии. Они все из разных маленьких стран. Они мусульмане с разной культурой и традициями. Мы называем их кавказцами, потому что они из Кавказа. В свое время Россия захватила эти страны. И теперь они представляют Россию. Поэтому когда меня спрашивают, является ли Умар российским бойцом, я конечно же отвечаю, что нет. Потому что они из Дагестана, а не из России. Но он представляет российский флаг. Да, Махачев сказал, что мы часть России. И я понимаю, почему он это сделал. Потому что там все сложно, сказал Мираб Двалишвили. Друзья, что вы думаете о таком заявлении Мираба? И конечно же напишите в комментариях, ждете ли вы бой Нурмагомеда Умара и Мираба Двалишвили. Будем ждать вас в комментариях.